я думаю вы заметили как повально компании начали упарываться в искусственный интеллект и сегодня как раз таки о таких моментах мы поговорим недолго но интересно nvidia да она поменяла даже логотип для этих процедур чтобы говорить и упоминать чаще искусственный интеллект первые чипы open ai который будет на технологиях tsmc и нынче китай начал демонстрировать просто космические растраты на создание чипов салют пивол с вами human и как всегда глоточек полезные и вкусные информации для вас о да это начнем с nvidia так вот опираясь на разные источники то видно что коллеги наши забугорные они обратили внимание на изменение логотипов geforce rtx вы можете его встретить на сайте nvidia и и еще и и айби партнеров и вот если вы обратили внимание особенно по предыдущим видосам которых я вам рассказывал когда началась движуха по искусственному интеллекту даже в обычных там скажем так персональных компьютерах вспомните тот же microsoft к пилот плюс писи но nvidia решила по ходу тоже публично подчеркнуть хотя не совсем понятно зачем они так давно известны как в gpu-шки которая работает с искусственным интеллектом и серверами но неважно они решили скажем так подчеркнуть уникальность своих видеокарт так что теперь на логотипе geforce rtx виднеется надпись powering advanced ai почему для меня это странно с одной стороны да потому что nvidia видеокарты и gpu-шки ну явно получше работают с искусственным интеллектом и не только сравнивая с имди intel qualcomm ну apple да еще apple но допустим 3d ускорителя nvidia легко справлять с созданием изображений с помощью генеративного и и или например большими языковыми моделями более того nvidia даже предлагает инструмент чат rtx который позволит создать персонализированного чат бота мне что-то подсказывает что nvidia немножко меняет направленность кучу с точки зрения масс маркетинга то есть она представит новые технологии пропиарится делать маркетинг и имейте в виду что даже в потребительском сегменте теоретически вангую скажем так возможно ценники на видеокарты на этом фоне могут вырасти с другой стороны может и нет почему есть конкуренция пусть не такая высокая но она условно масштабная опять же intel и md apple qualcomm и nvidia если еще возможность что появится скоро на рынке арм как они будут там конечно с искусственным интеллектом мы не знаем но тем не менее чем выше и чем больше количество конкурентов тем лучше тем временем компании и бем официально анонсировала собственный чипы для работы с искусственным интеллектом так вот это процессор tellum 2 и ускоритель искусства интеллекта спайр для мэн фреймов серии айбем z what the fuck из чтобы понимали что это вообще за чипы то поясняю что эти чипы ускорит традиционной нагрузки на искусственный интеллект вместе с большими языковыми моделями llm на серверных системах айбем не могу обойти стороной естественно характеристики tellum 2 потому что мы всегда не говорим так вот он получил 8 высокопроизводительных ядер которые работают на частоте 5 5 гигагерца на каждое ядро приходится 36 мегабайта кэш памяти l2 а общий объем встроенный кэш памяти составляет 360 мегабайт плюс процессор получив встроенный ускоритель искусственный интеллект для быстрых операций вывода и и с малыми задержками ну и соответственно высокой пропускной способностью в итоге такой ускоритель нам обеспечит производительность в 124 топс на один процессор 192 топс на блок и 768 топс на систему а еще что интересно в данный процессор встроенный новый блок ускорения ввода вывода dpu а он способен при этом увеличивать плотность передачи данных вдумайтесь на 50 процентов вау какой поворот сам по себе tellum 2 он производится на технологии samsung 5 hp и содержит 43 миллиарда транзисторов на кристалле в площади 600 миллиметров квадратных ну я думаю вы понимаете что подобные ускорители спайр они решают задачи не обычного обывателя скажем так компанийского корпоративный уровень в итоге объем планирует поставлять готовые решения с процессором tellum 2 корпоративным клиентам и все это двадцать пятом году пока что этот спайр он находится в статусе ранее технической версии но его поставки тоже должны начаться в следующем году еще один интересный момент по айбем потому что здесь уже касается к лаборации с intel так вот компания intel ныне объявила про крупное партнерство с айбем для поставки новых ускорителей гауди 3 все это нужно для вычислений в сфере опять того же искусственного интеллекта и вот это вместе с айбем они планируют совместно развернуть вычислительную инфраструктуру для корпоративного и и все это в обычном сервисе айбем клауд а значит айбем станет первым поставщиком облачных услуг которая компания которая взяла на вооружение intel гауди 3 тут будет и совместная экосистема и я так понимаю именно по этой причине айбем будет использовать сервера на базе новых процессоров xeon 5-го поколения и все это со сочетанием чем правильно ускорителями гауди 3 душ нить вас характеристиками этим всеми не буду еще он состоит можете посмотреть на экране тут их не так уж и много скажу лишь еще одно и последнее айбем планирует обеспечивать ускорителями гауди 3 платформу искусственного интеллекта айбем ватсонгс и запуск приложения в ibm clouds intel гауди 3 будет доступен в том же двадцать пятом году короче все что касается айбем искусственного интеллекта и так далее ведет на двадцать пятый год теперь немножко про open и а и что там вообще творится ну в интернете много 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 на получается информация которая говорит за собственные специализированные чипы компании open и ай а я мы знаем в качестве разработчика чат gpt так вот согласно новым данным open и ай даже вела переговоры с тсм си относительно строительства нового завода под собственные нужды но после оценки перспектив и рисков решено было пока что отказаться от такой масштабной идеи и положить ее на полочку потом однако процессоры для искусственного интеллекта от open и ай все еще в разработке и выпускаться он будет по будущей технологии tsmc и 16 то бишь 1.6 нанометра говоря за будущий чип то он должен быть приоритетом на ускорение вычислительных возможностей генеративного искусственного интеллекта сора а он нужен для создания видеороликов если кто-то не в курсе то я скажу а кто забыл то я напомню что модель искусственного интеллекта сора была впервые представлена в начале года и скажем честно многих удивило даже поразило качеством и реализмом генерируемых видео так что если open и ай будет имеет скажем так свои чипы свои технологии и так далее то все может пойти еще быстрее в развитии однако ребятки скажем так опираясь на определенные данные не ждите чего-либо такого вкусненького ранее чем 26 год ну потому что он скажем так освоение тех процесса и 16 она начнется после массового внедрения n2p но из приятного ожидается что кроме увеличения плотности транзисторов а 16 также обеспечит еще снижение энергопотребления на 20 процентов относительно того же n2p это прикольно ну и друзья последний на сегодня что касается китая и почему там счетом так много производства чипов то началось неужели sky net китайский ну как бы там ни было шутки шутками а вот именно в этом году китай стал мировым лидером потратом на оборудование для производства полупроводниковых микросхем обогнав даже южную корею тайвань сша вместе взятых то есть на данном этапе инвестиции китая достигли 25 миллиардов долларов ну я так понимаю что все это делается для того чтобы не быть настолько сильно зависим от других стран хотя все равно это не убрать из бизнеса но тем не менее можно минимизировать а непосредственно зависимостью при убрать от производителей полупроводников особенно в частности развития сферы чего о чем мы сегодня говорим правильно искусственного интеллекта и что самое интересное китай же уже находится под санкциями и местные компании самого китай не могут приобретать самое передовое оборудование для выпуска самих чипов однако по итогам года ну становится очевидно что китай стал единственной стороной которую увеличил инвестиции в отрасль на фоне экономического спада и вот аналитики заявляют что в следующем году затраты на оборудование могут достигнуть вообще целых 50 миллиардов ну если так чуть-чуть покопает установится понятно что основные инвестиции связаны с развитием сэми кондактор манифекчер интернешнл корп то бишь смик и хуахонг однако если вы думаете что это все то нет потому что активными закупками занимается и более мелкие китайские компании плюс рост закупок оборудования китаем он существенно влияет и на производители оборудования из других стран ну вот например компаний из сша по типу кей эл эй лэм ресурдж и плат материал в японии токио электрон и нидерландская asml и вот они сообщают об увеличении доходов от китайских компаний у той же и плает это от 32 процентов и нидерландской asml до сорока девяти процентов чё-то китай мутит и знает да и да хоть и будем откровенны китайские производители чипов они лишены передовых технологий из-за санкций и так далее но тем не менее они смогли добиться значительных успехов даже при доступном оборудовании но например крупнейшая компания смиг выпускает лучшие свои чипы только по технологии 7 нанометров и по слухам до конца года предложит свой вариант в 5 нанометров а если мы с вами будем опираться на то что говорят японские специалисты то даже такие чипы показывают хорошую конкурентно способность и по технологическому уровню смиг лишь на три года уступает ведущему мировому производитель тсмс и если китай будет такими шагами инвестициями шагает то что-то мне подсказывает что они добьются таких же успехов а возможно в будущем даже их переплюнуть носим друзья у меня для вас на сегодня все выпуск довольно специфический но если вам понравилось вас лайкосик скваска минтосик и если еще больше понравилось то естественно ждем вас на финансовой поддержке потому что без вас ну никак поэтому патреон бусти дэнешна лертс монобанка донатик крипто все ссылочки в описании под видео а с вами как всегда был хилман и как всегда кайфовой вам игры и не забывайте что доска железа можно не только лишь пока но и где то еще и и и и и и и